Н acupressions Многоугольники с данными двинных сторон Умеем...ныnоугольник Даже класс многоугольников имеем у которых длинные стороны известны А1,2,АН это двинный сторон То есть, массовый список двинных сторон Знаете того, что Уберяется, что среди N-угольников с данными двинных сторон наибольшую площадь имеет многоугольники вокруг которых можно описать задую очередь Ну, по-другому говоря, моегоугольник с наибольшей площадью должен быть вписан в нектарную площадь. Так, во-первых, очень полезное утверждение, некрасивое утверждение, что если мы имеем моегоугольник с данными двинными сторонами, и самая длинная сторона L в максимуме. Самая длинная сторона короче, чем сумма остальных. Допустим, A1 самый длинный, скажем, A1 самый длинный, например, когда это короче, чем сумма остальных. Самая длинная сторона короче, чем сумма всех остальных. Это такое условие. Если такое выполнено, то такой многоугольник можно вписать в окружность. Идея доказательства. Я возьму окружность большого радиуса. Большого это, значит, так будет считать. Чтобы остальных двояр, двояр. Пусть двояр больше, чем сумма... Ну, на самом деле, я пока не знаю, какая самая длинная сторона для всех. Первый радиус такой большой, что это будет больше, чем сумма всех длинных. Сумма по сумму. Так, наши идеи построены бы следующие. Дляю самую точку. А сами, не знаю. Я пока знаю всё. Законец, одолгаем. И дальше отложу, в самую длинную сторону отложу. Разность большой, то это сюда вот не ляжет, да? Пусть А1 у нас самая большая сторона. Дальше откладываю. Вот здесь длину. Вот хорда отложу. Раун А2. Дальше отложу А3 отложу. Хорду отложу. И тогда у нас получится вот такая картинка. Вот так вот здесь. Так, так, так. И если у нас с вами достаточно большая округленность, что случится? Мы не найдём вот этого места. Это понятно? Если большая округленность, большой длины, то когда я буду откладывать, то я с вами не найду. Тогда что сделаем? Уменьшим радиус. Уменьшим радиус. Когда мы уменьшаем радиус, то эта сторона немножко вниз, а эти стороны, например, сумальные. И при достаточно хорошем, ну, при подходящем уменьшении радиуса, они встретятся. Потому что вот здесь, эту сторону, повторяем её в эту сторону, откладываем, а эти или там вниз идёт. Таким образом, может быть момент, когда отложенные здесь, опять сойдутся и где-то сойдутся. Вот, получается, ну, это идейное доказательство, надо разбирать разные случаи. Одним словом, любой многоугольник с данным набором длинных сторон с условием, что самая длинная сторона хорошая, чем сумма остальных, можно вписать в обувь. Так, теперь посмотрим, что мы сделаем для доказательства. Все утверждают, что вписанный новоугольник имеет самую большую площадь среди всех остальных новоугольников. Так и доказывают, так и доказывают. Так и сделаем, что мы доказывают. Вот у меня и заказательство, которую наш новоугольник вписан. Вот, давайте я напишу, как А1, А2, А3, А и А3 будет. Понятно? Почему? Так. Теперь пусть у нас с вами есть другой новоугольник с теми или самыми длинными сторонами, которые у нас с вами не вписаны. Так, это будет, скажем, А1, А1, А2 и так далее. Здесь сторона равна этой стороне, здешняя сторона равна этой стороне. Новоугольник, то же самое новоугольник с теми или самыми длинными сторонами. Так что я должен доказать? Что площадь у этого второго новоугольника меньше, чем площадь нашего здешнего новоугольника. Что мы делаем? Вот новый нам данный. Мы к каждой стороне прикладываем вот кусок, вот такую луточку из первого цвета, приложим сюда. Вот так можно сделать перед нами. Они нас в основании, поэтому это нужно изъяснять. Итак, полоску каждого. Вокруг каждого будет соответствующая луточка. Получается, чемпиональная площадь вот этого нашего руководника, она равна, скажем, лесной, если не добавляйся, то добавим еще эти самые прилегающие луточки сюда. Как мы все говорили, га-1, а так длина. Так, но я все сложил, что я получу? Я получу площадь всего круга. Из длиной. Эй, длина с, длиня, су на длину. Вот и хроночку. Так, хроночку, хроночку. Так, хорошо получается. Теперь еще составим здешнюю площадь. Наверное, площадь этого многоугодника. Так, я посчитаю суммарную площадь. Площадь этого многоугодника плюс площадь этих лунчик. Они те же самые. Так, то есть получается, что вот у этой новой фигуры площадь, она повторяет, площадь этого многоугодника плюс сумма этих лунчик. А какой периметр? Какова длина границы этой фигуры? С чего состоит граница? Она состоит из двух окружностей. Вот подлинную ножку переношу. Она вся сюда ложится. И длина, и дуга А1 на 2 меняет полностью, как А1, А4, А2, А3. Тем самым, какая длина, теперь может быть, может, не равна длине стали. Правильно? Вот подлинная. То же самое. Рабосома 2. Рабосома 2. Рабосома 2. Рабосома 2. Лучше. Три же самое круче. Что мы получили? Мы получили две фигуры. Одна в круг. Это круг. Вторая вот так, то что получилось. У них одинаковый периметр. Мы с вами знаем, что круг реализует большую площадь. Значит, площадь вот этого круга равна площади под внутреннего выводника и площади грунчика. Она получается больше, больше площади новой фигуры. Так. А новая фигура, она равна площади многоугольника плюс площади грунчика. Вот такое неравенство. Что мы имеем? Площадь грунчика не нравится. Они одинаковые. Так. И получается, что площадь внутри нашего вписанного новой угольника больше, чем площадь другого кругового угольника. С теми же за внутреннего выводника. Ну и теперь хорошее замечание следующее. Что будет у вас в длинных данных? Длинных данных A1, A2 и так далее, A1. Ну в каком-то порядке. Теперь я возьму новый многоугольник, у которого длинные взяты из этого списка, но расположены по-другому. То есть понятно, да? Я выбираю новый многоугольник, у которого передний сторонник имеет те же самые числа здесь. Ну взятие совершенно в другом порядке. Ну например, что может так, чтобы было понятно? Пускай у вас есть. Вот так получается. Это A1, A2, A3, A4. Ну так же мышку-ку, мышку-ку, по-другому. Я могу взять A4. А дальше возьму не A2 возьму, а A3 возьму. И так далее. Пусть он должен спас свой такой многоугольник, у которого те же самые длинные сторон, но взяты совсем в другом порядке. Утверждение. Утверждение. Во-первых, очевидное утверждение. Периметр был такой же самый. Как он получается, периметр? Сумма длины. Слагаемо те же самые, сумма осталась. И там длина, периметр этого нового угольника та же самая длина. Ну а это очевидные утверждения. Они совсем очевидны, что площадь будет та же самая. У этого нового угольника та же самая площадь и тот же самый радиус окружности, куда он будет вписан. Когда мы местами меняем длины нового угольника, то появится новый нового угольник, тоже вписанный в окружность такого же радиуса, такого же радиуса и имеющийся такой же площадь. Новый нового угольник тоже вписан в окружность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова